Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня пятница, 15 апреля. В студии с главными новостями в республике Валерия Дагужиева. Официальная хроника. В Карачаево-Черкесии по инициативе руководителя региона Рашида Тимрезова готовится к изданию новое учебное пособие «История культуры народа в Карачаево-Черкесии». Основной упор в новом учебнике будет сделан на исторические моменты, сближающие народы демонстрируют примеры дружбы, взаимопомощи и понимания. Большое внимание также будет уделено культурологическому аспекту, особенно быту и хозяйству народов Карачаево-Черкесии. Уже со следующего нового учебного года учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций республики получат новое учебное пособие. По инициативе временно исполняющей обязанности руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с 20 по 24 апреля текущего года пройдет неделя туризма, в рамках которой намечен ряд мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли СКФО. Мероприятие откроется конференция «Актуальные вопросы подготовки кадров для туристско-рекреационного комплекса Юга России», который пройдет 20 апреля на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Центральным событием недели туризма станет первый туристский форум Юга России, который состоится 22-23 апреля в поселке Романтик Архыза. В 2016 году свои жилищные условия улучшат 22 ветерана-инвалида Великой Отечественной войны и члены семей погибших, умерших участников войны. Размер субсидий на приобретение жилья составляет чуть больше 1 млн. рублей, исходя из стоимости 1 квадратного метра в республике во втором квартале 30 120 рублей. Шестеро из 22 ветеранов непосредственно участники Великой Отечественной войны. По состоянию на 1 апреля текущего года в республике проживают 4869 ветеранов, из которых участников войны всего 314 человек, а 3555 – друженики тыла. Новости из правоохранительных органов. Минувшую среду в Прикубанском районе в результате произошедшей аварии погибли два человека и столько же получили различные телесные повреждения. ДТП произошло на федеральной автодороге Лермонтово-Черкесск. Водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Тойотой Камри. В результате водители пассажиры автомашины отечественной легковушки от полученных ранений скончались на месте. Следственные органы республики возбудили уголовное дело в отношении жителей Карачао-Черкесии двух братьев 1991-1992 года рождения, подозреваемых в незаконном лишении свободы жителей Ростовской области. В декабре прошлого года с железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону в Карачао-Черкесию были привезены 35-летний и 57-летний житель Батайска и хутора 1 Полтава-Азовского района, якобы на заработки на овцеферму. Со слов потерпевших им дали по бутылке пива, после чего очнулись уже в Карачаевске. Все это время их удерживали в трудовом рабстве. В рамках оказания правовой помощи населению в сфере профилактики укрытия правоохранителями органами преступлений сегодня состоится выезд мобильной приемной прокурора Карачао-Черкесии в Адагихабльский район. В мероприятии примут участие работники отдела прокуратуры республики по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и госнаркоконтроля. В распоряжении 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по Карачао-Черкесии поступила комната психологической и эмоциональной разгрузки. Комплекс установлен в пожарно-спасательной части номер 9 поселка Архыс. Теперь огнеборцы, которые находятся под воздействием постоянных эмоциональных нагрузок и стрессов после участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий могут регулярно посещать комнату психоэмоциональной разгрузки. Новости культуры и спорта. В рамках объявленного мэром Карачаевска 2016 годом культуры в Институте культуры и искусств Карачао-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева проходит выставка живописи художников Руслана Маршанкулова и Фахримакал Махмудовой. В экспозиции представлены пейзажи, жанровые и монументальные композиции, бытовой жанр, натюрморт, тематические картины и станковая живопись. Около 150 учащихся Карачао-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева стали участниками виртуального тура по природным и культурным достопримечательностям Северного Кавказа. Презентуя свои разработки, организаторы мероприятий, члены клуба «Путешественник Северного Кавказа» обратили внимание студентов на перевалы воинской славы, малодоступные и неизвестные уголки Архистского ущеля, а также на Мамаев курган с памятником ассамблеи, главным монументом «Родина-мать зовет». Народный театр национального костюма «Сюмбикей» из Карачао-Черкесии принял участие в мероприятии, посвященном Ногайскому фольклору и национальному костюму, которое состоялось в Нефтекумске Ставропольского края. Все свои работы представили около 20 творческих коллективов из разных городов Ставрополя, которые организовали национальные подворья, традиционную национальную кухню и национальный костюм. Накануне Международного дня защиты детей в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска состоится открытие новой игровой площадки, адаптированной для маломобильной категории детей и тренажеров для взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. Проектом предусмотрены широкие и удобные подъезды, поручни, бортики, удерживающие устройства для коляса, качели, карусели со специальными держателями и пандусом. Объект будет представлять собой комплекс площадью 200 квадратных метров с лицензионным оборудованием, соответствующим всем государственным стандартам и нормам со специальным покрытием. В Карачаево-Черкесии продают соревнования 5-й Всероссийской летней универсиады 2016. Первый этап состоится в Карачаевске 21 апреля текущего года, а второй на следующий день в Черкесске. В программу универсиады включены следующие виды спорта – волейбол, настольный теннис, шахматы, лёгкая атлетика, бадминтон и плавание. Воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодёжи Черкесского достойны экскурсионной поездки в Центральный музей страны, Большой Кремлёвский дворец и дивизию имени Дежинского. Эта возможность ребятам представилась по рекомендации полномочного представителя президента России ВСКФО Сергея Меликова при содействии республиканского руководства. В эти дни в Грозном проходит соревнование кинологов-спасателей Северокавказского федерального округа, по которым со своими четвероногими помощниками предстоит показать профессиональное мастерство по поиску людей в различных условиях. В мероприятии принимают участие 25 кинологических расчётов со всех субъектов СКФО. Карачао-Черкесию представляют три кинологических расчёта. Уважаемые слушатели, с 21 марта 2016 года программы всех редакций Республиканского радио теперь можно услышать на официальном сайте нашей компании gtrkkchr.ru Оставайтесь всегда с нами на канале Радио России и на нашем сайте gtrkkchr.ru По сообщению синоптиков, сегодня по Карачао-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22. Местами в горах плюс 10-15. Слабая лавина опасность. В Черкесии без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это были вести Карачао-Черкесии. Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации. Программу провела Валерия Догужева. Далее наш эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Не переключайтесь и до новых встреч в эфире.